анархист михаил бакунин почти 10 лет провел в тюрьмах саксонии австрии россии страшно растолстел там от болезней потерял большую часть зубов потом был выслан в сибирь бежал из ссылки наконец добрался до лондона где жили его друзья герцена и огарев и первое что он спросил у своего друга герцена после 15 лет разлуки а что там в польше готовится восстание тихо ответил герцена а в австрии тихо а в турции тихо сказал герцена везде тихо и нигде ничего не предвидится и что же мне делать сказал бакунин что мне ехать куда-то в персию или в индию и там делать революцию я молодой человек мне без дела сидеть нельзя если верить философу бердяеву который говорил что россия самая без государственная страна в мире а русский народ самый анархичный то бакунин положивший начало анархистскому движению конечно великое явление русской натуры один уже внешний его вид поражал и пугал современников огромного роста огромной силы и внутренней мощи человек как будто богатырь из русских были но главное что бакунин был не просто первым теоретиком анархизма в россии прежде всего он был практиком создал добрый десяток анархистских организаций в европе только в бунте и в борьбе против государства он видел смысл своей жизни и пытался участвовать во всех восстаниях в которых только мог участвовать а так как всех вокруг он поражал своей дикой энергией и радикализмом его жизнь обросла легендами так кто же был этот бакунин в каких революциях он успел поучаствовать и что из себя представляет его теория бунтарского анархизма с юности бакунин страстно увлекался немецкой медофизикой с утра до вечера он спорил со своими друзьями о гегеле и мечтал стать профессором философии мечта звала его в берлин в тогдашнюю мекку философов и вот в 1840 году бакунин которому было тогда 26 лет поехал в берлинский университет с трепетом бакунин вошел в аудиторию послушал и был абсолютно разочарован немецкие университеты показались ему страшно скучными а немецкие профессора смешными и жалкими как он будет писать потом сама германия излечила меня от философской болезни в метафизике я искал жизнь а нашел одну только скуку но к счастью оказалось что в германии есть кое-что поинтереснее гегеля бакунин стал свидетелем пробуждения радикализма социально-политической мысли европы он стал читать социалистов сан-симона фурье прудона маркса и его мечта о профессорстве сменилась мечтой заниматься политикой и действовать он хотел участвовать в революциях но на беду в этот момент никаких крупных революций не происходило бакунин благодаря своему веселому темпераменту познакомился со многими деятелями революционного движения и франции и германии растолковывал гегеля прудону переписывался с марксом писал свои первые статьи и в тот момент о бакунин уже начали ходить истории всех поражал его внешний вид о нем говорили что он всегда ходит в одном и том же наряде панталоны заправленные в сапоги какая-то странная мушкетерская накидка на одной пуговице шейный платок и мягкая шляпа и якобы всего этого наряда он не снимал даже ночью потому что спал не раздевшись на доске покрытый тевиком но занятие революционной теорией не казались бакунину достойным делом он писал одному своему другу что он так страдал подчас от своего бездействия что останавливался на мосту по которому каждый день шел домой и думал а не прыгнуть ли с него чтобы закончить это бездарное никому не нужное существование любое бездействие было для него ужасной тоской ему хотелось заниматься революцией не в теории а на баррикадах он ждал и наконец дождался в 1848 году наконец к великому счастью бакунина европейские революции наконец начались которые прогремели по франции германии австрии и италии перетряхивая старые монархии началась весна народов и конечно бакунин не мог не принять в этом участие на самые известные французские революции феврале и в июне он не успел не попал опоздал но зато он очень удачно попал в дрезден в мае 1849 года город дрезден взбунтовался против своего саксонского королевского правительства которое отказалось принимать конституцию начались городские восстания король испугался и убежал в пруссию за подкреплением и было создано временное правительство которое состояло из довольно безобидных немецких мещан бакунин в тот момент был в городе его немецкие друзья попросили его о помощи зная о его артиллерийском образовании бакунин согласился и обладая гораздо больше энергии чем все вокруг вскоре он по сути стал вождем осажденного города город находился в руках бакунина его товарищей считанные дни с 4 по 8 мая бакунин в тот момент был очень активен он обходил баррикады давал указания по обороне города выступал где-то с речами в то время король саксонии готовил подкрепление и солдаты со дня на день должны были подойти к осажденному городу нужно было что-то делать нужно было спасать революцию и бакунин предложил горожанам несколько радикальных мер первое что он предложил это повесить на главную баррикаду с той стороны сикстинскую мадонну рафаэля из дрезденской галереи и вообще развесить другие шедевры из галереи по всем стенам и и по всем баррикадам тогда солдаты не осмелятся стрелять немцы по словам бакунина получили слишком классическое образование чтобы стрелять по рафаэлю а если они все-таки осмелятся стрелять сказали члены муниципалитета тем лучше сказал бакунин тогда на них пойдет позор вечного варварства но восставшие горожане перепугались и отказались а время шло саксонские войска были уже близко и тогда бакунин предложил вторую радикальную меру поджечь дома всех бежавших дрезденских аристократов муниципалитет его опять не поддержал но давайте хотя бы взорвем ратушу сказал бакунин чтобы когда вернулась саксонское правительство им негде было заседать а но члены муниципалитета опять отказались и даже спрятали от русского вождя запасы пороха они не решились даже срубить вековые деревья по дороге для того чтобы затруднить передвижение артиллерии но руководители восстания оказались не на высоте почти все из них один за другим спешно покидали город и когда саксонские войска уже вошли в дрезден единственным военным руководителем города остался михаил бакунин в этот день в ратушу пришел композитор рихард вагнер и видел что посреди общей паники только один бакунин сохраняет полное спокойствие при том что он за последние четыре дня ни разу не сомкнул глаз это вагнер писал в своих воспоминаниях бакунин принял его лежа на одном из матратов который был расстелен посреди зала в ратуше и во рту у него была сигара революционный дрезден пал почти без боя 9 мая началось отступление бакунин добрался до гостиницы в соседнем городе и упал на первую кровать там же в гостинице его арестовали бакунина спрашивали почему он не отбивался почему он не пытался бежать на это бакуин ответил я тогда просто очень хотел спать германия оказалась не готова к таким революционным действием и радикализм бакунина шокировал буржуазный мир нужно сказать что история о мадонне была рассказана герцаном в его статье о бакунине других подтверждений этой истории не существует но сам бакунин этого факта не отрицал но как это вообще понимать что это за предложение повесить текстинскую мадонну на баррикаду или взорвать ратушу все это на грани какой-то фантастики все ли на уровне какого-то анекдота если говорить серьезно бакунин считал что европа готова к революции а к революции не готовы европейцы которые боятся помыслить что-то радикально новое они не готовы к бунту бакунин как будто хотел показать этим несчастным революционером из дрездена что все эти символы старого мира и включая мадонну и ратушу ничего не стоит по сравнению с той свободой которую может дать революция вполне возможно что история с мадонной миф но это миф очень показательный страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть писал бакунин только разрушив старый мир может по-настоящему начаться творчество в то время уходили со сцены старые монархии им на смену приходили республики старые либералы республиканцы считали республику идеальной формой правления которая принесет людям справедливость и свободу но очень скоро оказалось что централизованные республики также могут вести завоевательные войны и тоже могут угнетать своих граждан с экономической точки зрения и еще похлеще чем старые монархии одним словом проблема не в политическом строе а в государстве в целом к отрицанию свободы и справедливости приводит любое централизованное государство анархия это борьба с любой формой государства люди могут и должны жить без государства бакунин был арестован саксонским правительством этот беспредельно активный человек оказался в одиночной камере в дрезденской тюрьме где его считали чуть ли не самым опасным заключенным из всех его единственного водили гулять закованного в цепи он начал издалека с рассказа о социально-политическом положении народов европы обедах россии и вот кажется человек перед лицом смерти перед лицом смертной казни должен как-то защищать себя а бакунин с таким наплевательством относился к смерти что даже не успел дойти до себя но слава богу до приговора дело не дошло саксония передала его австро-венгрии австро-венгрия передала россии и вот бакунина связали и повезли в город краков для того чтобы передавать русскому правительству эпизод передачи описан бакунином в письме герцена ты не представляешь герцан писал бакунин но когда меня привели в маленькую комнатку для передачи и когда туда вошел в русский офицер и поздоровался по-русски я был рад как младенец представьте себе ситуацию маленькая комнатка сидит бакунин в дверях стоят солдаты и два офицера русский и австрийский они подписывают какие-то бумаги акт приема передачи и вот бумаги подписали а австрийский офицер не уходит все мол спасибо говорит ему русский офицер молодой австрияк стоит русский офицер говорит спасибо вы можете идти австрияк говорит отдайте цепи что отдайте наши австрийские цепи. Бакунин захохотал, русский офицер смутился и пошел искать русские цепи. Сняли австрийские кандалы, надели русские. «Эх, ребята!» — сказал Бакунин. «А родные кандалы-то легче!» Офицер улыбнулся, солдаты засмеялись. «На своей стороне и умирать приятнее», — сказал Бакунин. Офицер говорит, «Нам нельзя с вами разговаривать, а мне с вами и помолчать приятно», — ответил Бакунин. Его посадили в Петропавловскую крепость, и все время своего заключения Бакунин чувствовал себя дурно. Он писал исповедь императору, он болел болезнями, переболел цингой, потерял значительную часть зубов. «Зачем жить, если сидишь в бездействии, в одиночестве и никому не нужен?» — писал он. Наконец, в жизни Бакунина появилась надежда. Умер Николай I, и на престол взошел его либеральный сын Александр, и Бакунин начал просить отправить его в ссылку. И в 1857 году император смилостивился и отправил Бакунина в Сибирь, в Томск, на вечное поселение. А уже в 1861 году неуемный Бакунин бежал. Дело было так. Бакунин уговорил губернатора отпустить его в экспедицию на Амур, якобы по заданию богатого купца для выяснения возможности вести торговые дела на Амуре. «Моя семья остро нуждается в финансах, отпустите ваше сиятельство». Губернатор, конечно, не хотел отпускать политического преступника так далеко, но Бакунин приходился ему родственникам, и губернатор отпустил. И Бакунин спускался по Амуре на русском пароходе, а потом каким-то образом пересел на американский пароход и на нем уклыл Японию. Но есть и другая версия. За Бакунином в его экспедиции должен был наблюдать постоянно помощник исправника. И вот когда они оказались в заливе Де Кастре, заливе Чихачева, то есть у выхода в Японское море, Бакунин сказал исправнику, что ему нужно отправить лично какую-то корреспонденцию через шкипера парусного судна, который стоял вот там где-то на рейде. Помощник исправника согласился, они сели в шлюпку, пристали к судну, и Бакунин стал первым подниматься по лестнице на борт корабля. И вот на середине лестницы, поднимаясь, он вдруг закричал, схватился за сердце, сорвался с лестницы и упал в воду. Все, кто в этот момент находились в шлюпке, они все перепугались, начали смотреть на воду и ждать, когда Бакунин всплывет. А он все не всплывал. А Бакунин тем временем поднырнул под килем корабля, выплыл с другой стороны, где его уже ждали на американском судне, подняли и спрятали в трюме. Помощник исправника решил, что Бакунин утонул. Вполне вероятно, что подныривание под кораблем тоже легенда. Но доподлинно известно, что на американском корабле Бакунин доплыл до Йокогаммы, потом было Сан-Франциско, Нью-Йорк, Бостон и огромным веселым Дедом Морозом. По самый 1862 год он появился на пороге дома Герцена в Лондоне. Передо мной стоял тот же Мишель, так его называли друзья, что и 15 лет назад писал Бакунин, только страшно располневший, лишившийся зубов и части шевелюры. Такой же веселый и такой же шумный. Бакунин постарел только телом, но его дух остался такой же молодой и восторженный. А Бакунин сразу заявил, что он приехал заниматься делом, в моих планах полное разрушение австрийской, османской и российской империи, сказал он. Но вскоре стало ясно, что между Герцена и Бакунином есть разногласия. Он считал его газету «Колокол» недостаточно революционной. Бакунину хотелось призывов к бунту везде, где только можно. Бакунин считал, что в человеке есть три стихии – животное начало, мысль и бунт. Бунт – это инстинктивное стремление к самоосвобождению и к спонтанности. И нужно освободить в себе бунт, и тогда начнется история. В 1864 году Бакунин в Лондоне встретился с Марксом, который как раз в тот момент занимался созданием Международного товарищества рабочих, то есть первого интернационала. Они пообщались, остались друг другом очень довольны, договорились о сотрудничестве, и Маркс предложил Бакунину поехать к итальянским товарищам, чтобы открыть там отделение интернационала. Бакунин поехал, но вместо этого стал пропагандировать собственные анархистские идеи. Когда Маркс и Энгельс узнали, что Бакунин создает анархистские организации в рамках интернационала, они стали называть их контрабандными, а самого Бакунина в письмах друг другу они стали называть проклятым жирным русским. Бакунин не любил марксизм прежде всего потому, что Маркс хотел построить свободу через диктатуру пролетариата. А как вообще можно построить свободу через диктатуру? Бакунин писал, я удивляюсь, как Маркс не понимает, что диктатура убьет любую революцию, что диктатура убьет любое народное движение. И еще Бакунин писал, я удивляюсь, как Маркс не понимает, что когда его пролетарии сядут в те кабинеты, в которых раньше сидели буржуазные бюрократы, они молниеносно сами превратятся в таких же буржуазных бюрократов. Государственная власть все уничтожит. И вот государственному социализму Бакунин противопоставлял анархокоммунизм. Бакунинская концепция, конечно, с теоретической точки зрения уступала марксистской, но в ней было больше демократизма. Мы не должны навязывать народу какой-то общественный идеал, который мы сами придумали, говорил Бакунин. Нам нужно сделать революцию, а народ уже сам поймет, как ему лучше жить и сам свою жизнь устроит. Бакунин верил в творческие силы народа. Но каким Бакунин видел будущее? В сентябре 1867 года в Женеве открылся конгресс Лиги мира. Это такая международная пацифистская организация. И вот, подрев толпы 6000-й, на сцену избирательного дворца поднялся революционер уже общеевропейского масштаба, великан с львиной гривой легенда Михаил Александрович Бакунин. Он начал с решительного протеста против существования всех империй, которые попирают человеческие свободы и человеческое достоинство. Он требовал разрушения всех централизованных государств. После всеобщей революции на руинах централизованных государств, говорил Бакунин, останутся свободные общины, организованные снизу вверх. Мы объединим общины в федерации. Федерации в провинции. Провинции объединим в нации. Нации в Соединенные Штаты Европы, а потом в Соединенные Штаты мира. Долой любые централизованные государства, да здравствует международная мировая федерация свободных общин. А что Бакунин предлагал для России? Во-первых, Бакунин считал, что Россия уже готова к революции, и подтверждением тому является бедность и угнетенность народных масс. У русских крестьян, считал Бакунин, есть три положительные черты, которые видны в русской сельской общине. Первое. Русские крестьяне убеждены, что земля общая и принадлежит всем, кто ее обрабатывает. В сельской общине отсутствует частная собственность на землю. Второе. Русские крестьяне убеждены, что необходимо материальное равенство. В общине земля распределяется поровну. И третье. Крестьяне верят в самоуправление. Все основные вопросы в общине решаются всем миром. Таким образом, русские крестьяне являются социалистами по духу, они не любят государство и вполне могут прожить без государства. Но у русских крестьян по Бакунину есть три отрицательных черты. Русские крестьяне живут патриархальным бытом, верят в Бога и любят царя. И поэтому невозможно никакая крестьянская низовая революция, потому что крестьяне никогда не поднимут руку на помазанника Божьего. Но в русском народе есть прослойка людей, которая может пойти против Бога и царя. Это деклассированные элементы. Это разбойники и студенты. Разбойники станут мускулами революции, а студенты станут мозгом революции. Эти идеи Бакунин описал в работе «Государственность и анархия». К сожалению, у Бакунина его идеи не стали так популярны, как идеи Маркса. Интернационал шествовал по Европе победным маршем, а анархистские организации Бакунина никак не могли дорасти до уровня конкурента. Однако сторонники Бакунина были и в Италии, и в Швейцарии, и во многих других европейских государствах. В 1870-е годы Бакунин, как и прежде, пытался участвовать во всех европейских волнениях, например, в Парижской коммуне 1871 года, но везде неудачи. Последние надежды Бакунина были связаны с Италией. В 1974 году была предпринята неудачная попытка захватить Болонью. Бакунин говорил «или мы победим, или я умру на баррикадах». Однако полиция раскрыла заговор, начались аресты. Бакунин зарядил свой револьвер и хотел пустить себе пулю в лоб, но пришедшие товарищи удержали его от самоубийства. Они сбрили ему бороду, дали большие очки, дали какой-то посох, дали большую корзину, набитую яйцами. И в этом виде Бакунин тайно убежал из Болонии. «В массах нет революционной мысли», – писал Бакунин. «Нет огня, нет страсти. В народах уже нет революционного чувства и инстинкта. Всех устраивает их положение, а значит, я здесь больше не нужен». Соратник Бакунин написал, что обаяние личности Бакунина привлекало к нему в последние годы жизни самых простых людей. Утратив старых друзей из интеллектуалов, он нашел новых друзей среди простых рабочих. Он встречался с ними, что-то им рассказывал. И эти простые рабочие так его полюбили, что когда Бакунин болел, например, сапожник Андреа приходил вечером после работы с ним посидеть, а угольщик Филиппо покупал ему сладости и табак на собственные деньги. И, возможно, поэтому Бакунин решил умереть в больнице для чернорабочих. Он сам ее выбрал. За неделю до смерти Бакунин отказался от еды и питья, а уже перед самой смертью, вероятно, какая-то новая нянечка его вновь хотела покормить и принесла ему бульон. Бакунин отказался, а когда нянечка узнала, что он русский, она сказала, «Может быть, тогда каше?» Бакунин засмеялся и сказал, «Каша – это совсем другое дело». С этими словами он и умер. Герсон писал, что судьба оказалась страшно несправедливой к Бакунину. Он носил в себе колоссальные возможности. Он мог стать главой партии, он мог стать главой какой-то секты, он умел увлекать людей, он мог вести за собой народы, но не предоставилось такого шанса. И в результате Бакунин оказался Колумбом без Америки и без корабля. И вершиной его революционной деятельности были те самые четыре дня в Дрездене, которые сам Бакунин считал случайностью. Но Бакунин сделал анархизм боевой программой, и его имя до сих пор помнят в Европе и в Америке. В Бакунине была еще какая-то русская широта. «Пока в мире есть хоть один несвободный человек», – писал он, – «у революционера есть работа». И сейчас, когда бунтуют французские студенты, на стенах Сорбонны они пишут не имена своих великих соотечественников, а они пишут «Читайте Бакунина». Подписывайтесь на телеграм-канал RTVI, там много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова